Всё работало так, как это нужно будет, так как это будет под названием контейнеры. Это публикуют в журнал Life Mobile для того, чтобы, ну, максимально как-то это всё. И кому-то это вроде как нравится, кому-то это вроде как не нравится, и многие вообще не знают. И как бы, ну, в андроидовском сампике имеется в виду. И, допустим, в Крэмпе на Black Rush хочу вот эти вот все штуки пооткрывать. Почему я не могу так сделать? Вот Black Rush, почему вы меня, блядь, ограничиваете? Ну, почему так происходит? Я вот это вот всё не понимаю. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Хм, народная любовь. Вы знаете, это такое какое-то вот пошлое слово. Вот прям ты его произносишь, ты его даже вот в голове где-то у себя там обдумываешь. И уже понимаешь, что слово достаточно такое, ну, похабное какое-то, да. Потому что сегодня тебя любят, сегодня ты сделал какое-то своё вот это вот достижение, которое понравилось большинству. И ты типа на Олимпе, и тебя все любят, и у тебя всё хорошо. А завтра ты чего-то не сделал, того, чего от тебя, возможно, ожидали. Но ты типа не захотел этого делать, или вообще забил хуй, или там у тебя какие-то прочие причины. И вот народная любовь превращается в народное негодование, и тебя смешивают с полнейшим говном. Это в данный момент и происходит с проектом Black Rush, по крайней мере в комментариях, в журнале, в паблике, во ВКонтакте под названием LifeMobile. Это там и происходит, потому что как-то по-другому я всё это объяснить не могу. Вы знаете, что Black Rush в последнее время, она работает над своими вот этими всеми обновлениями, там, над какими-то прочими штуками. И над устранением DDoS, над покупкой или переездом, или как это будет правильно сказать, на новое оборудование, чтобы у них там всё работало так, как это нужно будет, так, как это будет правильно, и многое-многое другое. Ну, с этим-то как бы всё более-менее понятно. Но вот есть одно, знаете ли, такое НО. Вот Black Rush, она тизерит какое-то новое своё обновление под названием Контейнеры. Это публикуют в журнал LifeMobile для того, чтобы, ну, максимально как-то это всё раскрутить, потому что, возможно, что LifeMobile, типа, вполне возможно, он, так знаете ли, ну, как сказать, сотрудничает, да, с Black Rush. И Black Rush сотрудничает с LifeMobile, и у них там такое, знаете, неписанное правило, мол, там, Black Rush отчисляет какие-то определённые деньги LifeMobile, а LifeMobile рассказывает о каких-то новых вот этих вот преимуществах Black Rush. Потому что у Black Rush, у неё в самом деле такая, ну, вроде как, как я вижу, а неплохая рекламная кампания. То есть ты пишешь, допустим, где-нибудь на YouTube Black Rush, и у них там снимают много разных чуваков. Уж не знаю, сколько они им платят, и платят ли они им что-то вообще. Но то, что рекламная кампания у них проводится, я сервере вроде как слышит новая аудитория, сервере вроде как слышат, у сервера вроде как есть своя какая-то вот эта вот, знаете ли, уже, я не знаю, ну, аудитория, скажем так, эта постология будет, тем не менее, не особо важна. Так вот, Black Rush и тизерит своё новое обновление, и в комментариях все пишут, мол, блядь, вот вы вводите вот эти вот контейнеры, да кому они, в принципе, нахуй нужны? Вы чё вообще ёбнутые, блядь? У вас клиент лагает, у вас игра лагает, у вас там карпак, я не знаю, вообще тормозит, я не знаю, скины хуёво и всё хуёво, и вот многое-многое другое. И вот часто я могу заметить, что Black Rush, она презентует какие-то вот эти свои новые фишки, новые обновления, и, типа, комментаторы делятся на каких-то таких, знаете, условных релагерей. Первые пишут, там, а спиздили у Сантропе, спиздили, там, у ещё каких-то вот этих вот всех проектов, либо там Сантропе у кого-то что-то спиздили, ну, это неважно, это, типа, стандартная хуйня в таких вот подобных журналах и пабликах, там аудитория, как вы можете понять, соответствующая. И многие другие люди пишут, мол, ой, блядь, вот вы сделали эту штуку, а мне хотелось, чтобы вы сделали другую штуку, да, и при этом я более чем уверен, что этот человек, он даже сервер, что этот проект даже никак не поддерживает, я более чем уверен. Да, разумеется, он может высказать какое-то своё мнение по поводу всего этого, но когда ты, ну, не делаешь это как-то вот так, знаете ли, резко, в любом случае, это решать человеку, как себя вести, кто я такой, чтобы осуждать человека за то, как он себя ведёт на людях, и вот всё-всё-всё. Вот я, допустим, себя веду по-разному, и кому-то это вроде как нравится, кому-то это вроде как не нравится, и многие вообще не знают, ну, толком, кто я такой, но это неважно, это, ну, будем честны, это всё неважно. И знаете ли, в чём вот вся вот эта вот, ну, какая-то проблема вот этого всего комьюнити, что оно не даёт разработчикам развиваться, то есть, ну, сделали бы, допустим, разработчики оптимизацию, которые там просят вот эти вот все, я не знаю, люди, вот это вот всё комьюнити и так далее, вот сделали бы они эту самую оптимизацию, и эти же самые чуваки сказали бы потом, типа, а, блядь, не, ну, вы сделали оптимизацию, ну, типа, ну, тоже неплохо, но я вот ждал, допустим, обновления с контейнерами, вот почему на Сантропе контейнеры есть, а вот у Блэк Раши, как бы, у неё нету, я же игрок, как бы, обоих проектов, вот, я хочу и в Сампике контейнеры пооткрывать, и как бы, ну, в андроидовском Сампике имеется в виду, и, допустим, в Крэмпе на Блэк Раши хочу вот эти вот все штуки пооткрывать, почему я не могу так сделать, вот Блэк Раши, почему вы меня, блядь, ограничиваете, ну, почему так происходит, я вот это вот всё не понимаю. И угодить тут кому-то, ну, крайне сложно, и Блэк Раши, как лично мне кажется, как лично я мог почитать, как лично мне писали в комментариях, она всё делает вот на уровне того, что она может сделать сейчас, да, разумеется, она является там каким-нибудь а то под одним проектом в ГТА Крэмпе, тем не менее, ну, не всё возможно сделать сразу же, тем более, что там ещё Сантропе вроде как дудосят, хотя это тоже, ну, особо сильно не доказано, в любом случае у Блэк Раши сейчас проблемы, и то, как её, знаете ли, постоянно нагнетают насчёт всего этого, мол, вы сделали то, не, ну, это, конечно, тоже неплохо, но нам хотелось вот другое сделать. И, типа, ну, меня больше всего волнует, что такие люди, они как бы, ну, находят одобрение какое-то, да, с другой стороны, с другой стороны, я бы понял людей, которые писали бы нечто подобное, когда обновлений не было бы вообще. Вот там, допустим, как сейчас на Сантропе происходит, то есть там каждому новому обновлению нравится, там сделали какой-то новый интерьер, сделали какие-то новые вот эти вот прочие все штуки, и вот уже люди радуются. А на Блэк Раше, то есть, ну, так много обновлений, что чуваки уже просто охуели. Да, разумеется, я не спорю, возможно, Блэк Раше проблемы с оптимизацией, я там не играл. Я смотрел посредственно вот на Ютубе видеоролики людей, как они там играют, как они там развиваются, как они там делают все прочие вещи, и вроде как особых проблем с оптимизацией я не заметил. Может быть, это я. Никто, никто не исключает, что это я, что это мой человеческий фактор, что я мог что-то не досмотреть, что-то не усмотреть, немного не вникнуть в матчасть этого самого проекта, и вот не понять, как у них там, что происходит. Но в целом, когда я вот вижу там уже второй, третий, четвертый, пятый, десятый пост, и постоянно пишут о какой-то оптимизации, или постоянно пишут о том, что там вот то не так, то не так, но это как-то на такое себе. И вот, то есть, Блэк Раше токсят, травят ее же самые игроки, которые, по сути, должны поддерживать проект. Да, разумеется, если бесконечно вот что-то поддерживать, если говорить, ой, ты такой безупречный, или там что-то вот наподобие того, то проекты рано или поздно скатятся просто в какую-то выгребную яму, откуда их будет достаточно сложно достать. И это тоже, разумеется, никому не нужно. Поэтому, ну, фиг знает. Поживем, увидим, как там что будет с Блэк Раше, и как там ее затоксят, не затоксят, затравят, не затравят, задудосят, не задудосят, и вообще, что будет по итогу со всеми этими АКРМПшными, ГТА Самповскими и всеми-всеми прочими проектами. А вообще, в целом, что я хочу сказать, ролики у меня тут выходят каждый день в 20.00, либо немного позже, либо немного пораньше они могут выйти. Ну, когда как, это всегда, знаете ли, бывает так. Ну, не угадаешь, да, когда выйдут видеоролики, потому что это достаточно сложный такой вопрос, и желательно, чтобы, ну, ну, вот что-то наподобие того. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona RullyPlayFenix, IP данного проекта находится в описании, IP данного сервера тоже находится в описании. В общем-то, IP всего находится в описании. Там же мой никнейм, по которому вы сможете получить себе бонусы на таком среднем старте игры, или вроде что-то того, я точно не знаю. И, в общем-то, там же в описании есть ссылочка на мой Телеграм-канал. Туда вы тоже можете зайти. Там вы тоже можете ознакомиться с большим количеством информации, которая вам будет, безусловно, важна, интересна, и вообще без неё вы, вполне возможно, не сможете выжить абсолютно, ну, точно, ну, вообще никак. Поэтому, всем спасибо за просмотр, хотя, возможно, вы не досмотрели до этого момента, неважно, подписывайтесь на канал, отписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, увидимся тут же, завтра в 20.00, либо немного попозже, либо немного пораньше, как я уже это и говорил. Всем пока, а самое главное, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok